1 миллиард рублей. Наверное, впервые в истории областные власти выделяют столько бюджетных средств муниципалитетам на покупку коммунальной техники. Техника, особенно в небольших городах Южного Урала, не обновлялась последние 30, а то и 40 лет. Получив новые тракторы, экскаваторы и автокраны, у коммунальщиков и дорожных строителей теперь не будет предлога отодвигать ремонт тротуаров и улиц, которые тоже десятилетия оставались без должного внимания. Отныне проблемы с коммунальными и ямочными ремонтами должны уйти в прошлое. Губернатор выделил 1 миллиард рублей на покупку дорожно-строительной и коммунальной техники для всех муниципальных образований Челябинской области. Миллиард рублей, в том числе 100 миллионов для города Челябинска, на приобретение коммунальной дорожной техники. Вот если вот сегодня кто был из вас, вот знает, вот посмотреть на то, на чем они там работают, бедные наши муниципалы. Ну, в самом лучшем случае техника была приобретена в 70-х годах. Ну что это, вот под 40 лет ей человек-то уже на пенсию собирается, а техника, она вся, к сожалению, рассыпалась. Тяжелый и легкий трактор, грейдер, ассенизаторские машины, экскаваторы и автокраны. Такой набор техники позволит ремонтировать и строить теплотрассы, водопроводы, канализацию, прокладывать телекоммуникации, ремонтировать дороги, улицы и тротуары. Особенно выигрывают от этого небольшие и отдаленные от Челябинска муниципалитеты, где улично-дорожная сеть оставалась без внимания уже несколько десятилетий. Дополнительные возможности для покупки новой техники дал нацпроект «Доступное и комфортное жилье» и под программу «Капитальный ремонт ЖКХ». Благодаря им объем работ, связанных со строительством коммунальной инфраструктуры и дорог, вырос в разы. Ключи от техники производства Тверского экскаваторного завода главы городов и районов получали в торжественной обстановке. До конца зимы каждое муниципальное образование получит весь комплект техники. Для глав это настоящий праздник. Не секрет, что без этого подарка бюджеты маленьких городов такую покупку бы не осилили. Правда, теперь за неубранные дороги и не отремонтированные теплотрассы с городоначальников будут спрашивать по всей строгости. Дороги не чистят, самосвалов нету, и трассы все не раскопаны. С одной стороны, хорошо, потому что нечем копать. А сейчас он получил, вот он написал на своем, солнечный карабаш, и экскаватор, и Урал, и Грейдер. Еще что? Водовозки. Две водовозки. И УДМ-ка. То есть вооружили город солнечный, теперь карабаш. Пусть только попробуют сказать что-нибудь плохое, что у него чего-то нет или он чего-то не может. Общее количество многофункциональной коммунальной техники составляет 645 единиц. Машины будут распределены между территориями таким образом, чтобы соседи могли заимствовать друг у друга необходимую технику.